Здравствуйте, друзья! Здесь Деменков Юрий. В прошлом видео я показал свой портфель инвестиционный, который у меня есть, который я создал. Во многом благодаря рекомендациям я его проанализировал. Но сегодня я решил пересмотреть немножечко это дело и перетряхнуть его чуть-чуть, слегка перебалансировать. Ну, вы видели, там были небольшие перекосы. Я говорил про Аэрофлот, что мне кажется, он весьма привлекательным. И поэтому я решил увеличить долю Аэрофлота с одной стороны. С другой стороны, давайте посмотрим еще раз. Да, что я сделал? Посмотрите, я выставил на продажу Сбербанк, потому что была рекомендация о том, что от открытия аналитиков о том, что можно и закрыть идею по росту Сбербанка. Я ее решил закрыть. С другой стороны, по Распадской я решил немножечко прикупить, увеличить долю Распадской, потому что я решил, что акция действительно перспективная. Да, и вышла информация о том, что вот-вот все-таки совет директоров все-таки приходит к мысли о том, что будут платить дивиденды, поэтому я решил увеличить долю Распадской. Вот вы видите, значит, сделки, которые я совершил. Я продал Сбербанк, купил два лота Распадской по 138, потом купил 138,60, потом купил Распадскую еще по 138,44, купил Аэрофлота немножечко, продал немножечко акций Полюса, потому что, ну, они очень-очень сильно у меня выросли, и я решил зафиксировать прибыль, ну, потому что баланс был немножечко нарушен, вот, и вы видели, что, значит, за счет чего я это сделал? За счет Газпрома, потому что Газпром был у меня весьма и весьма большая доля, я решил, что, ну, в настоящий момент, наверное, еще рановато его покупать, я решил достаточно большую долю Газпрома продать, уменьшить долю Газпрома, и, соответственно, вот здесь я еще купил Распадскую по 138,66. И в данный момент у меня вот баланс портфеля вот такой, посмотрите, он более-менее сбалансирован, все акции примерно по 6-7%, вот, единственное исключение Мегафон, вот он, но вы видите, что по Мегафону у меня стоит заявка на продажу трех лотов, то есть на 19 тысяч она будет продана, то есть большая часть Мегафона будет продана. Сейчас я вам покажу, что у нас с Мегафоном, посмотрите, какая ситуация с Мегафоном. Вот заявки на, вот мои три заявки на продажу трех лотов на бирже, но почему я здесь поставил, потому что вот здесь вот стоит точка, ну, как бы сказать, сопротивления 9702 на продажу, и по 650 я прямо сейчас могу их закрыть, потому что 4410 заявок стоит на покупку. Вот, да, только что стояло чуть больше, судя по всему, одна заявочка сработала, хотя нет, кто-то убрал заявку. Вот, вот моя заявка стоит 79 на очереди, но если кто-то захочет купить акции Мегафона, то это произойдет, ну, вот моя заявка стоит буквально 76 на очереди, вы видите, сначала 7 заявок на продажу стоит, потом 17, это немного, а вот дальше уже 9702, если я сюда поставлю, то шансов продать у меня будет мало. Да, давайте посмотрим, что сейчас получается. Вот интересная ситуация по аэрофлоту, что у нас получается. Я его немножечко прикупил, потому что, вот, ну, мне кажется, он сейчас на минимуме, я решил увеличить долю. Вот здесь он у меня был куплен, я решил увеличить долю аэрофлота, усредниться немножечко, потому что на привлекательных уровнях, как я и говорил. Вот, следующее. Агро-ГДР. Это акции, которые были куплены по рекомендации. И сейчас посмотрим, что с ними сегодня произошло. Так, ну, они сегодня выросли, но вот сейчас уже немножечко обратное движение. Вот, они очень сильно выросли сегодня на открытии. Вот, вроде бы пробили, но ожидается рост. Башнефть я ничуть не менял, детский мир я не менял. У меня по детскому миру стоит небольшая прибыль сейчас, и стоит стоп-заявка, тейк-профит на фиксацию прибыли в полном объеме, собственно говоря. Вот, давайте я покажу вам детский мир свой. Ну, стоп-заявка стоит у меня очень высоко, поэтому она долго еще будет стоять на 110, сейчас уровень 90 рублей за акцию. Ну, стоит и стоит. Вот, как бы так. Что у нас дальше? НЛ. НЛ России, это тоже было по рекомендациям. И сегодня НЛ России опустилась немножечко. Вот, в рекомендациях было 6.29, ну, ждем. Вот, Газпром, вы видите, что я очень здорово распродал Газпром. Наверное, слишком, может быть, стоит купить. Но у меня, смотрите, Башнефть, Газпром и Лукоил в сумме, в общем-то сказать, топливных компаний, вот таких вот энергетических, ну, достаточно много, поэтому я решил немножечко уменьшить. Лена, энергопрефы. Я увеличил вложения, потому что, опять же, были, ну, рекомендации их купить и держать. Вот, я решил увеличить долю Ленэнергопрефов. Тем более, что они вот на достаточно привлекательном уровне, и мне кажется, что будут расти. Мегафон, я уже сказал, вот, они у меня сейчас в продаже. МОСБиржу не увеличивал, МТС не увеличивал. МТС в последнее время растет, наконец-то. Вот, она достаточно оттолкнулась и растет. Ну, если я уменьшил долю Газпрома, автоматически доля МТС немножечко увеличилась. Она не самая большая. Полюс, вы видите, что я уменьшил долю, но 6.11 не такая уж и маленькая. Распадская доля увеличилась. А, ну да, все, значит, распадская доля увеличилась до 7.20, то есть я в два раза фактически увеличил долю распадской. Сбербанк, вы видите, что я обнулил. Давайте посмотрим, что со Сбербанком. Ну, вот здесь вот он достиг какого-то максимума, и я считаю, что он немножечко вот пойдет вниз. Да, вот здесь я его продал, и он пошел вниз после этого. Ну, не знаю. Вот так. Что у нас еще? Сургут, нефтегаз, префа. Ну, а он просто остается в портфеле, и все. То он не меняется. Так. ВТБ. ВТБ доля, соответственно, увеличилась немножечко. Он в прибыли. Яндекс. Ну, Яндекс остается у меня в портфеле, потому что, ну, я уже говорил, оно мне нравится. Смотрим, что у нас с Яндексом. Яндекс, ну, немножечко припал. Ну, в общем, пока я не вижу проблем особых с Яндексом. Вот такой у меня портфель сейчас. Нравится он вам или не нравится, напишите, пожалуйста. Но я просто решил, что буду держать вас в курсе того, что у меня покупается. Как вы думаете, может быть, он агрессивен? Вы видите, что там нет никаких облигаций, там акции. Но я жду, что акции растут, они сейчас растут. И оставайтесь на моем канале, я буду держать вас в курсе изменений своего портфеля. Поставьте, пожалуйста, лайк. Ну, и, собственно говоря, все. С вами был Демитков Юрий. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok